Анатолий, ну расскажите, вот что было самого интересного и важного в мире рязанского ММА в конце лета? Было подписано соглашение в августе, в начале 12-го, и при приезде Федора, и это было основное, как бы, его мотив приезда сюда. Почему? Потому что Рязань все-таки славится своими бойцами. Вот, в Рязани был проведен в мае месяц семинар, и вот здесь все, кто ребят присутствует, прошли этот семинар, аттестовались, и у нас порядка 12 тренеров, аттестованных по Рязани, и, в принципе, как бы, есть двигаться вперед, к чему двигаться. И поэтому, в общем-то, было принято решение Союзом ММА России подписать соглашение. Вот, также есть у нас очень хороший повод для этого, это строительство центра смешанного боевого единоборства. Алексей, вопрос к вам о последних мероприятиях, вот, в жизни рязанского ММА. За проведенное время, за 12-13 год, из выездов у нас был первый чемпионат России, который проводился в Подмосковье, чемпионат СФО в Ярославле, чемпионат России уже в этом году, который проходил в Челябинске, готовятся люди у нас на Кубок России во Владивосток, 11-го числа состоится соревнование. Также проводим на местном уровне мероприятия, уже провели 4 соревнования. Три провели в Рязани, открытые турниры, чемпионат города Рязани, а также один из последних турниров проводили в Рязанской области, в городе Спаски. Продолжение следует...